Здравствуйте, меня зовут Зоу Хоев Борис Валентинович, я являюсь доцентом кафедры истории Бурятии и сегодня на наших занятиях мы с вами прослушаем учебный курс лекционный по дисциплине истории Бурятии Обычно курс истории Бурятии для неисторических специальностей рассчитан на один семестр в среднем это 9 лекционных занятий, в течение которых мы познакомимся с общими проблемами, явлениями истории Бурятии начиная с древности, с древнекаменного века и до наших дней Курс наш будет разбит на 9 лекций, каждый из которых имеет определенный план начнем с первой лекции тема лекции номер 1 или тема номер 1 это Бурятия эпоху первобытного общинного устройства и первое государственное образование на территории Бурятии запишем небольшой план лекции первый вопрос археологические памятники эпохи камня и металла второй вопрос первое государственное образование на территории Бурятии а именно империя Хуну, империя Сяньби, Уранский каганат, Тюркский каганат, Ульгурский каганат, Кеданская империя и государственное образование курканов при Байкале ну прежде чем начать собственно излагать фактический материал давайте остановимся кратко на том, что собой представляет история Бурятии на сегодняшний день история Бурятии является разделом общеисторической науки, который изучает прошлое и настоящее человеческое общество на территории этнической Бурятии говоря о этнической Бурятии, мы имеем ввиду всю географическую территорию которую заселяет представители бурятского этноса именно в рамках России, Российской Федерации это территория собственной республики Бурятия Иркутская область, Самайкальский край Кроме того, представитель бурятского этноса также проживает на территории сопредельного государства а именно Монголия и в Китайской Народной Республике в Талномном районе внутренней Монголии Вот этот обширный регион восточную часть Центральной Азии можно назвать этнической Бурятией и именно этот регион, его историю, его современность в динамике мы будем рассматривать на наших с вами занятиях Собственная история Бурятия, она имеет свои особенности Прежде всего, главной особенностью истории Бурятия заключается в том, что она делится на два таких больших периода или эпохи, точнее, до 17 века или до присоединения Бурятии к Российскому государству и после 17 века уже эта история Бурятии в рамках истории Российского государства Таким образом, до 17 века история Бурятия рассматривается нами в комплексе с историей сопредельных прежде всего монголо-язычных, тюркоязычных народов Центральной Азии, Дальнего Востока сопредельных территорий Начиная с 17 века эта история Бурятия рассматривается уже как часть общероссийской истории или часть одной из восточных окраин России это также имеет свои особенности в плане методологии в плане исследования, изучения фактического материала архивных материалах и так далее Предметом исследования истории Бурятия являются разнообразные исторические события, факты, явления личности, персоналии, которые отображают развитие человеческого общества в нашем крае а также к предмету исследования истории Бурятия относятся и все источники связанные с этими историческими событиями, явлениями, фактами источники подразделяются у нас на вещественные письменные источники и памятники духовной и материальной культуры Сюда относятся к памятникам материальной культуры предметы, быта, одежда, жилища, традиционные Бурятия и венков как коренного населения Бурятии к духовной культуре относятся устное народное творчество, фольклор и так далее Основные задачи, которыми занимается история Бурятия как наука заключаются в систематизации и обобщении всей полученной огромной информации с целью реконструкции хода исторических процессов в нашем крае с древности и современности а также выявлении общих закономерностей исторических процессов на этой территории Ну вот, на этом мы вводную часть закончим Мы кратко осветили, чем в целом занимается история Бурятии каковы ее задачи, в чем заключается предмет истории Бурятии И теперь перейдем, собственно, к рассмотрению фактического материала а именно первого вопроса археологические памятники эпохи камня и металла на территории Бурятии Ну, древнейший период в истории человечества в целом, как вы знаете, конечно, называется древним каменным веком или по-латыни палеолит его хронологические рамки очень обширны традиционно считается, что палеолит начинается со времени появления первых человекоподобных существ это несколько миллионов лет назад и заканчивается ко времени приблизительно около 10 тысяч лет назад 10-12 тысяч лет назад Ну, если говорить о истории Бурятии о Бурятии вообще, этой территории то, конечно, заселение ее, по мнению большинства ученых исследователей, прежде всего археологов относится к периоду позднего или же верхнего палеолита это время, отстоящее от нас приблизительно на 25-30 тысяч лет назад когда начинается именно массовое заселение вот территории вокруг Байкала человеком современного типа Homo sapiens человеком разумным хотя, справедливости ради, надо отметить, что в свете последних археологических изысканий древнейшие очаги цивилизации следы проживания здесь общностей популяции древнейшего человека относятся к гораздо более отдалютному времени несколько сотен тысяч лет может быть даже полмиллиона лет назад это ко времени существования архантропа на сегодняшний день, если брать территорию Бурятии всего исследовано, изучено, описано в научной литературе исследовано более 100, наверное, уже ближе к 150 археологических памятников или объектов, относящихся к периоду каменного века вообще сюда относятся и палеолит, и мезолит, и неолит на территории Бурятии ну, среди таких классических памятников древнекаменного века на территории Байкальского региона, на территории вокруг Байкала можно отнести такие стоянки древнего человека, как Мальта, Буреть это на территории Иркутской области в Забайкалье такие стоянки, как Подзвонкая, Барун Алан в, соответственно, Кертинском и Хоринском районах, соответственно в Восточном Забайкалье Усть-Минза и многие другие Большинство раннеполитических памятников на территории Бурятии представляют собой остатки древних поселений или же остатки мастерских по обработке каменного сырья Необходимо отметить, что большинство памятников древнекаменного века на нашей территории они, конечно, расположены вдоль крупных и средних рек в их долинах в местах наиболее защищенных от срок климатических условий от ветра и так далее Необходимо отметить, что комплексное изучение, анализ раскопок этих памятников сегодня позволили специалистам, ученым, археологам в общих чертах восстановить образ жизни людей проживавших здесь в столь надолюдное время их образ жизни основные хозяйственные занятия орудия труда оружие для охоты на животных и другие в том числе в том числе в том числе культурные жизни духовные жизни какие-то определенные памятники относящиеся к сакральной сфере также у нас очень широко представлены к такого рода памятникам можно отнести многочисленные писаницы древнекаменного века то есть камни или же пещеры на которых изображены древним человеком сцены охоты быта какие-то натропо- или зоморные изображения связанные опять-таки с культом охоты в большей части это у нас достаточно богато представлено Забайкалье ну, несколько слов о образе жизни населения древнекаменного века как мы сказали большинство поселений они находились в хорошо защищенных от ветра от климатических таких суровых условий Сибири защищенных местах обычного подношья гор по берегам рек необходимо отметить что многие палеолитические поселения в Забайкалье в предбайкалье они имеют достаточно толстый культурный слой или культурный горизонт как говорят археологи то есть это говорит о том что на одном месте люди жили в течение длительного времени может быть нескольких поколений нескольких столетий что говорит свидетельствует прежде всего об достаточно таком прочном оседлом образе жизни большей части политическом населении Забайкалья хозяйственным занятием основным хозяйственным занятием обитателем политических обитателей нашего края относится в первую очередь охота коллективная охота загонного типа рыболовства и собирательства с охотой связан конечно прежде всего с выбором ее формы имеется в виду загонную форму охоты тут видовой состав промыслового животных на котором собственно находились юргополитические обитатели а именно это мамонт шерстистый носорог гигантский северный олень бизон косули некоторые другие животные ну вот большинство крупных животных они уже являются на сегодняшний день да и в последующей исторической эпохе ископаемыми то есть вымешены такие как мамонт шерстистый носорог и гигантский северный олень облавная форма охоты извините загонная форма охоты характерная для палеолита она больше всего конечно связана со спецификой охоты на крупных животных таких как мамонт то есть обитатели поселений заранее готовили ловушку как правило большую рывали яму западню затем ее укладывали ветками маскировали животное туда загонялось после чего уже мужчины охотники забивали это животное вот кстати одна из таких известных имеющих право на существование может быть даже была реальная гипотеза почему умерли мамонт может быть просто физически истребили наши предки необходимо отметить что для верхнего палеолита также характерно развитие как мы говорили рыболовство но рыболовство больше в это время играло вспомогательную роль то есть встречаются следы от рыболовной индустрии это каменные костяные крючки грузила некоторые другие предметы связанные с рыболовными снастями вдоль крупных рек вокруг озера байкал но они встречаются фрагментарно и большинство ученых делается вывод о том что рыболовство все же являлось больше вспомогательным видом хозяйственной деятельности применительно политическому времени ну приблизительно в период между десятью и шестью с половиной тысячи лет назад это период известен уже как среднекаменный век или мезолит это следующая историческая эпоха развития человечества мезолит характерен целым рядом таких проживных или как можно сказать революционных изменений образ жизни людей в сфере материального производства прежде всего в мезолите значительно изменяется климат на территории майкарского региона на территории Евразии в целом климат в мезолите изменяется в сторону постепенного увлажнения и потепления происходит глобальное таяние ледников в связи с чем у нас на территории восточной Сибири наблюдается очень интенсивный рост лесной растительности соответственно человеческие популяции также реагировали на это тем что происходит определенный демократический взрыв может быть серия таких взрывов в результате которых численность людей значительно возрастает возрастает конкуренция за средства существования в результате этого процесса объективного происходит изменение образа жизни людей часть популяции людей которые удерживают внутри конкуренции вынуждены осваивают новые территории еще незаселенные таким образом осваиваются новые и новые территории образ жизни меняется с оседлого люди переходят к кочевому или бродячему образу жизни мислитических таких классических охотников и рыболов называют бродячими охотниками рыболов и рыболов материальная сфера как мы сказали производство также в это время делает очень большой шаг вперед как мы говорили мамонты лосороги шерстистые крупные гигантские северные олени видовой состав коронослов животных приблизился уже больше к современному это животные как правило нестатные парнокопытные в большинстве своем такие как косули изюбри очень быстрые животные кабаны для того чтобы на них охотиться требуется уже более серьезные более специализированные навыки охотников поэтому инструменты охоты также в это время появляются совершенно новые более прогрессивные более эффективные прежде всего нужно отметить появление лука и стрел вообще развитие метательных метательных видов охотничьего оружия различные топоры дротики горпуны и так далее в это время появляются также мезолития в связи с изменением образа жизни в сторону его больше кучевого вида значительно повышается мобильность населения способствует или точнее это было вызвано вызывает такие изобретения великие как появление колеса изготовление первой примитивной лодки долбленки почему так называется потому что эта лодка удалливалась из цельного ствола дерева топорами благодаря которым человек осваивает водные пространства рыболовство мезолит соответственно становится более важным источником существования наряду с охотой его роль значительно повышается следующая историческая эпоха носит название нового каменного века или неолита она относится ко времени от приблизительно шести с половиной до четырех тысяч лет назад это неолитическое время это время когда происходит появление зачатков производящих формы хозяйства в нашем крае производящие формы хозяйства к ним относятся прежде всего от примитивной земледели и скотоводства то есть в эпоху нейротическую эпоху нового каменного века или нового камня происходит постепенное одомашнивание человеком ряда неких животных то есть их домистификация а также в результате развития собирательства как считают специалисты у нас появляются зачатки примитивного земледелия то есть возделывание культурных растений древнейшим культурным растением искусственного сделала человек в нашем регионе является просо просо вероятно пришло припочевала к нам из более южно-земледельческих районов таких как прежде всего Китай где земледельческая культура очень древняя как вы знаете если говорить о первом домашнем человеком животном то мы должны вернуться к эпохе мезолита или среднего каменного века тогда в результате развития охоты человек домашню собаку вероятно это был волк и вот собака стала с мезолитического времени мирным спутником охотников ну вообще по неолитическому времени по периоду вот переходя снова к неолиту надо сказать что такой визитной карточкой неолитических поселений стоянок людей является наличие керамической то есть глиняной посуды черепки глиняных засудов находящиеся на том или ином памятнике при его раскопах говорят о том что это поселение скорее всего относится в период нового каменного века когда человек начался обрабатывать глину или же к поселениям более поздних эпох но никак не ранних не более ранних таким образом можно сделать общий вывод по неолитическому времени о том что в это время происходит становление новых хозяйственно-культурных типов а именно связанных с появлением земледелия скотоводства с появлением их зачатков процессы развития примитивного земледелия скотоводства получили свое дальнейшее более такое интенсивное развитие в следующую эпоху которая носит название медно-каменный век или энеолит вот в самом названии энеолит или медно-каменный век нужно из самого названия понять что происходит постепенный переход от камня к металлу в сфере материального производства первым металлом который освоил человек который начался добывать изготавливать из него орудия труда оружие и так далее украшение является медь то есть изделие из меди ну говоря о медно-каменном веке или энеолите необходимо сказать что хронологические рамки его относятся к четвертому третьему тысячелетию то есть четыре три тысячи лет назад период этот сам по себе достаточно важный эволюция материального производства она в это время становится очень быстро совершенствуется очень быстро так в связи с освоением металла менее более успешно осваиваются такие формы ведения хозяйства как земледелие скотоводство вообще сфера материального производства делает очень большой прогресс в это время традиционно вот к периоду энеолита и раннего бронзового века бронзового века тоже следующий период развития металл индустрии к периоду энеолита и раннего бронзового у нас в Забайкане традиционные археологи относят на появление так называемой глазковской археологической культуры большинство погребений поселений поселений раскопаны на большой очень обширной территории при Байкале при Ангаре на верхнем течении Лены по нижнему течению Селеньги лосковская культура она была очень такой широко представленной в нашем регионе очень распространенной распространенной ну само население лосковской культуры специалистами относятся в плане этническом плане вероятно к отдаленным предкам последующего ингрийского населения последующего ингрийского населения следующий период уже более известный как бронзовик относится приблизительно ко времени второго начала первого тысячелетия до нашей эры это это время когда появляются первые изделия из бронзы ну бронза как вы знаете представляет собой сплав меди с оловом или сплав меди с мышечком изделия из бронзы более прочные более долговечные чем изделия из меди поэтому постепенно меди бронзовые изделия вытесняют изделия из меди и окончательно вытесняют изделия из камня это орудия труда и так далее в целом подводя некий итог развития производства в эпоху медно-каменного и ранне-бронзового периода необходимо отметить что к этому времени складывается достаточно сложное комплексное хозяйство на территории байкальского региона которое сочетало в себе различные черты как традиционного присваивающего хозяйства а именно охоты рыболовство собирательство так и черты развивающиеся черты развивающиеся производящих форм хозяйства земледели и скотоводства сейчас давайте рассмотрим более подробно эпоху бронзового времени эпоху бронзового века бронзовый век как мы говорили относится к периоду приблизительно второго конец третьего начало первого тысячелетия до нашей эры в это время у нас на территории Забайкалья наиболее широко представлены были две археологические культуры это культура курганов кирексуров и культура плиточных могил это были одновременные археологические культуры или общности людей те и другие занимались скотоводством прежде всего скотоводство являлось основной отручное хозяйство само название например культура курганов кирексуров или хирексуров говорит о том что носители этой культуры оставили после себя погребальные сооружения в виде курганов таких земляных каменных насыпей в диаметре они могут быть от двух с половиной метров и более и представители культуры плиточных могил ставили после себя погребальные сооружения могилы формы каменных плит уложенных определенным образом в подобии такого надгробия что ли и валах которых ставились так называемые стряжовые камни материалы из плиточных могил из курганов фиксуры свидетельствуют о том что представители этих двух культурных или общностей этнокультурных они находились в постоянном контакте постоянно сосуществовали между собой у них бывали периоды вероятно и между совицами столкновений военных были периоды и мирного существования наглядно это в общем-то видно в результате антропологического исследования ряда костяков или скелетов отдельных сохранения там где антропотипа определяется как смешанный между европеоидным и монголоидным я здесь должен отметить что культуроприличных могил носителей в большинстве своем относились к монголоидной расе а представители культуры луганных лексуров в большинстве своем относились к представителям европеоидным европеоидным типом и наличие что называется метисированных типов оно говорит о достаточно тесных контактах определенном смешении типов культуры ну вот следующий период или эпоху развития человеческого общества в нашем крае она уже связана с формированием первых древнейших государств или государственных образований древнейшим из которых является империя Хунну или Сюнну более известная в западе западных источниках как Гунну ну о них мы поговорим на второй части нашей лекции ну что ж продолжим нашу лекцию в первом тысячелетии до нашей эры приблизительно с девятого восьмого века до нашей эры по всей полосе евразийских степей начиная от причерноморья и до Монголии это было временем вхождения в быт населения нового металла железа сыгравшего важную роль в развитии разных сторон жизни древних обществ экономики социальных отношений общественного строя взаимоотношений с на территории Монголии и Забайкалье железо бедно вытесняло бронзу в сфере производства орудий труда и оружия многочисленные археологические памятники Хунну в Южной Бурятии в долинах Селенгиджи джиды чукоя хилкау дын объективно свидетельствуют о том что территория Южной Бурятии на ряду с северной и центральной Монголией была центром владения Хунну и их основной экономической опорой во втором веке до нашей эры и первом веке нашей эры именно такими хронологическими рамками датируется Хунская эпоха в древней истории нашего края ареал распространения хунских памятников занимает обширнейшие территории от Забайкалья на севере до Восточной Монголии на юге и от Алтая на западе до Ордуса на востоке необходимо сказать что могильники поселения Бурятия совершенно идентичны хунским поселением памятником в Монголии который являлась основным основной территорией расселения Хунну Таким образом в конце первого тысячелетия до нашей эры начале первого тысячелетия нашей эры территория Южной Бурятии входила в ареал распространения хунских памятников входила в состав хунского государства Согласно китайской историографии образование централизованного государства хунну с сильной центральной властью связано с именем правителя или по китайской традиции Мао Дунь захватившего власть в конце 3 века до нашей эры в 209 году до нашей эры после убийства своего отца шанью и тумани в течение лишь одного десятилетия вплоть до 201 года до нашей эры войска хуннов под предварительством Мао Дэ и его ближайших военачальников разгромили своих восточных соседей Дунху а также племена Юэджи на западе на севере своих соседей Куньюи в Ганьгуни семей темнинов и другие племенные образования все покоренные народы хунными поставляли им лошадей правят ремесленников а также выставляли в случае необходимости воинские отряды для усиления хунской армии во время проведения крупных военных кампаний все 300 лет могущественного существования хунской державы наполнены непрерывными войнами с Китаем и соседними подвластными народами которые стремились при первой возможности выйти из-под контроля хуннов прекращая выплату данью и различные подставки хунны на территории своего государства активно развивали земледели земледелием у них занимались как правило пленные китайские ремесленники земледельцы во власть созданного хунами государства как мы сказали стоял шаньюи или правитель обладавший почти неограниченной властью власть также принадлежала аристократическому роду и предавалась наследственно по мужской линии территория государства делилась на три части центр и два крыла восточная и западная центральная часть возглавлялась непосредственно самим шаньюи восточная и западная управлялись князьями старшая восточная сторона джуки князь младшая западная сторона лули князь наследником престола являлся джуки князь то есть князь восточный восточного крыла кроме того территория всего государства или империи хуну подразделялась на 24 владения удела во главе их стояли темники назначаемые шаньюи вся высшая знать империи хуну была представлена в основном членами семьи шаньюи сыновьями и родственниками таким образом государство управлял по существу господствующий аристократический род шаньюи темники для управления уделом назначали тысячников сотников и других должностных лиц выделяя им соответствующий участок земли для управления и хозяйственной деятельности возможно один из таких уделов находился в южной части бурятии где в местности Ильмова и Пать на территории Тептинского района имеются огромные курганы со входами представляющими собой погребальные сооружения хунских князей основным видом поведности в государстве хуну являлась воинская служба можно сделать отсюда вывод о том что государство хуну было устроено по жесткому военно-административному принципу с вертикальной системой подчинения развитие земледелия хунов документируется материалами как и археологических раскопок так и сведениями из письменных источников земледелие было пашенным землю пахали однорукояточным прямогридельным равным с полозом на сегодняшний день мнение относительно языковой и этнической принадлежности хунов весьма противоречивы так одни специалисты филологи связывают хунов с монгольскими народами и монголы считают что хуны являются монголоязычным народом другие считают что хуны являются тюркоязычным народом третья группа ученых предполагает что кунский язык был общим еще не не диффиненцированным для монголов и тюрков также есть точка зрения согласно которой хуны говорили на неизвестном науке вымершем языке и не являлись предками ни тюрков ни монголов по антропологическому типу хуны являлись ярко выраженными монголоидами они обнаруживают сходство с населением предшествующей эпохи неолита и бронза монголии и забайкалия хотя иногда фиксируется и определенная европеоидная примесь в антропологическом облике хунов исторические судьбы хунского этноса по данным письменным источникам как будто бы вполне определенные однако часть северного хуну ушла из центральной Азии на запад после поражения хуну от Синьби в 92 году н.э. и впоследствии дала мощный толчок крупномасштабным передвижением различных этносов древности получивших название в истории всемирное великое переселение народов другая часть хунов преимущественно южные хуны валились в состав Синьби приняв их этноним став именоваться Синьби южные хуны находившись под властью Китая также образовали в Северном Китае ряд государств которые присуществовали до конца 4-го века н.э. наиболее известные из них это государства Северная Вэй или Тоба Вэй а после их падения часть хунов вернулась в Монголию однако по археологическим данным судьба и северных и южных хунов до сих пор не выяснили следствием чрезвычайной славы изученные из них памятника 2-5 веков н.э. Следующим народом который населял степень в Нейтральной Азии являлись племена Синьби которые в конце 1-го века н.э. разбили северную хуну и захватили на спосту в степях в Центральной Азии в их состав влились и оставшиеся в Монголии из-за Байкала 100 тысяч гибитов хунов Синьби и другое племя ухань являлись потомками племен Дунху разбитых в конце 3-го века до н.э. и хунмио главе с Шанином Маде по данным древнекитайских источников в Дунху бежали на восток одни из них обосновались в лесной высокогорной местности предположительно близ бассейна Амура и стали именоваться Синьби по названию горы другие обитали южнее под анонимом Ухань который произошел также от названия гор Синьби как и их соседи Ухань занимались кучуем скотоводством и охотой было развито ремесло возможно земледелие во втором веке нашей эры у Синьби сохранялась выборная власть в середине 2-го века нашей эры и среди племенной знати выдвигается вождь Тань Шуквай правивший в 141-181 годах нашей эры он починил себе старейшин вел законы и стал основателем государственного централизованного образования Синьби именно под его предводительством Синьби завоевали все земли бывшего ухунского государства степные или степные районы Южную Забайкалью с утверждением на спусту Синьби вошли в состав их владения Необходимо отметить что Тань Шуквай управлял государством Синьби по системе заимствования ухуннов все земли делились как и ухуннов на три части центра и два крыла они возглавлялись подчинявшимися ему старейшинами вкрепив свои позиции в Центральной Азии Синьби как и ухунны совершали многочисленные набеги на северной провинции Китая государство Синьби распалось на отдельной части после смерти сына Тань Шуквай и Кабины в 235 году и начиная с середины 3 века нашей эры перестала существовать как единое целое десятки тысяч синьбицев в конце 3 века продвинулись на территорию Китая и в 4 веке основали Северную Китай собственные царства постепенно все они были ассимилированы китайцами в 4-6 веках нашей эры в Центральной Азии и от Западной Маньчжурии до Семеречи в Средней Азии и от Гобии на юге на Байкал и на севере существовало государство Жужани и Жужанский Каганат Жужани или Жуань-Жуани как этническая группа стали известны с конца 3 века нашей эры первоначально они обитали в Южнею Гобии и входили в Синьбийское государство Тобавэй платя ему дань обвинителем жужанских племен был вождь Гилл Хой в 4 веке борьба Жужани с Тобавэй увенчалась успехом и их племена объединились в государства получившие в исторических хрониках название Жужань в 391 году Жужани после войны с Северной Вой отступили в Гобии а затем покорив племена к северу от Гобии переселились туда и особенно усилились предправители Шилуни именно Шилун в 402 году нашей эры присвоил себе титул Кагана так образовался Жужанский Каганат включавший свой состав и территорию Южного Забайкалия Шилун разделил Каганат традиционно на два крыла западное и восточное во главе поставил наместников история Жужанского Каганата так же как и история предшествующих ему кочевых государств была цепью непрерывных войн с китайскими царствами и покоренными племенами известно что в VI веке часть Жужани уже жила оседлой занималась земледелием к началу VI века среди Жужанской знати распространяются буддийские вручения однако внутренние междуусобицы расприи постоянные войны с Китаем и подчиненными племенами постепенно подтачивали могущество Жужанского Каганата наиболее крупное и масштабное восстание покоренных племен произошло во второй четверти VI века на северо-западе Каганата там восстали племена алтайских тюрков во главе с предводителем Бумынин в союзе с племенами Теле они подняли восстание в 552 году в результате которого разгромили Жужани к 555 году тюрки окончательно уничтожили государство Жужани и заплатили власть Центральной Азии Тюркский Каганат во главе созданного победителем государства стал и предводитель Бумынин он принял титул жужанского правителя Кагана а государство получило название Каганат к концу 6 века каганат тюрков занимал огромное пространство от Хингана на востоке до северного Кавказа на западе на севере Центральной Азии владения тюрков простирались вплоть до озера Байкал в 581 году в результате междуусобий тюркский Каганат распался на две части западные и восточные каганаты к 630 году восточный тюркский Каганат потерпел поражение от Китая и попал от него в зависимость но племена тюрков Тюбю и Теле не смирились с потерей независимости после ряда крупных восстаний в 682 году возник так называемый второй тюркский Каганат годы его существования с 682 по 744 то есть в середине 8 века Каганат возглавил Каган Кутулуг Кутулуг после победы над Куйгурами Кутулуг перенес каганскую ставку с юга на север в район реки Орхон на территории современной Монголии Монголия в 7-8 веках была центром второй тюркского Каганата Алтай, Забайкаль и Туа являлись его окраинными областями по месту расположения ставки Кагана и центра владения на Архоне тюрков югю иногда называют архонскими тюрками в 716 году в борьбе с племенами Байерко в Монголии погиб Каган Маджо брат и преемник Кутулуг основатель тюркского Каганата ряд исследователей считают что Байерко проживали на севере Монголии в Забайкале в китайских источниках тюркской знати встречаются сведения в китайских источниках а также на крупных надписях китайских тюркской знати встречаются сведения о племенах Шивей которые исследователи локализуют в степных или состепных районах Восточного Забайкалья эти данные свидетельствуют в включение южных районов Забайкалья в состав территории тюркских каганатов после гибели Маджо Каган обставил его старший сын Белье Могилян с 684 по 734 гг. Забайкалья Тюльтигина При Бельге Каганат значительно креп и усилился Тюрки разгромили Китая и его союзников Тюркский Каганат являлся по своему устройству радиофеодальным государством Верховная власть ему принадлежала кагану и передавалась по наследству Тюркский Каганат контролировал важнейшие торговые пути включая Великий Шелковый путь что способствовало увлечению в активные торговые культурные связи с крупными и наиболее могущественными дежами того времени такими как Византия, Иран, Китай, Индия и другие Наиболее значительным достижением тюркской культуры было изобретение ими собственной письменности получившей название рунической она была дешифрована лишь к отцу 19 века известно стало что алфавит включал в тюркской алфавит включал 38 знаков Появление существования у тюрков собственной письменности во многом было обусловлено потребностями огромного очень сложного по своему устройству государства После смерти принца Кюльтегина в 731 году и Бельгия Гагана в 734 году в Каганате начинается борьба за престол и междуусобицей в 742 году объединены силы Егоров, Карлуков, Басмылов поднял очередное восстание ослабленной внутренней борьбой тюрки были разбиты и спустя 2 года в 744 году погиб последний каган тюрков Озмеш именно так исчезают второй тюркский Каганат на его месте возникает уйгурский Каганат уйгуры во время существования тюркских Каганатов жили в бассейне Селенгей уже при первом Кагане Пейлоу территория Каганата расширилась от Маньчжурии до Алтайских гор и от Китая до озера Байкал после смерти первого Кагана Пейлоу в 746 году Каганом стал его сын Маньчжур правил 746 в 859 годах при нем Егоры достигли большего могущества в 750-х годах была завоевана на территорию Тувы входившая в состав Каганата вплоть до его падения в 758 году уйгурские войска совершили поход на территорию Хакасии территория которая занималась тогда кыргызами но скопить там не смогли Маньчжур основал столицу Егоров Орду Балык на Архоне Верховная власть уйгуров так же как и у предшествовавших им кочевых степенных государств целиком принадлежала Каганам ему подчинялись наместники подластных областей и местные феодалы состоявшие на службе у Кагана земля находилась в собственности на основе феодального права уйгуры использовали руническую письменность часть населения исповедовала буддизм в государственной религии уйгур в 763 году было провозглашено манихейство при этом многие они оставались шаманистами начиная с конца 8 века уйгурские Каганаты все сильнее сотрясают внутренние феодальные междусобицы раз при выступлении подвластных подчиненных племен и в 840 году после многолетней войны с кыргызами с кыргызским Каганатом уйгуры были разбиты кыргызами последний Каган уйгуров погиб а столица Орду Балык была разграблена и сожжена кыргызами однако кыргызы не остались в степях Монголии а оставили на архоне своего наместника уйгура Кюлюк богатархана который правил продолжавшими жить центрально-восточной Монголии этнически неоднородными группами населения позже они очевидно по международным договором были представлены самим семье но просторы Монголии находились вероятно под которыми кыргызы вкладывали в 20-е годы в 10 веке пока именем владели Кидани в начале 10 века в северном Китае возникло государство монголоязычных Кидани известное в истории под названием Династия Ляо существовало с 1916 по 1125 гг. их происхождение связано с племенами Синьби в то время они были скотоводами и охотниками кочевали на юге Маньчжури в 6-7 веках консолидация китайских племен и в бассейне вики Шарамрын привела к возникновению государственного образования в союзе племен с выборным правителем из числа племенных вождей в начале 10 века Елюй Эмбегян опираясь на военную силу покончил с выборностью главы государства захватил власть и прогласил себя императором необходимо отметить что Елюй Эмбегян являлся военачальником в 1924 году китайские войска уже вторглись в Центральную Азию к середине 10 века Китайская империя занимала обширные пространства от Японского моря до восточных отробов в Тиньшане с востока на запад и от Желтого моря на юге до восточного Забайкалья на севере Пашино земледелие являлось основой экономики империи Ляо при этом земледелие было достаточно высокоразвитым с очень разветвленной системой орошения искусственного высевали в основном такие культуры как просорис существовало укидание денежное обращение города являлись крупными административными торговыми ремесленными центрами социальное имущественное расслоение достигает значительных размеров укидания широкое распространение среди киданий с начала 10 века получают буддизм известно что к концу 10 века в государстве насчитывалось более 300 тысяч буддийских монахов восстание различных племен неурожая междоусобицы наступление внешних противников в первую очередь Китая с юга и Джуджини с севера привели к гибели государства киданий и в 1125 году государство киданий пало несколько заключения этой темы слов о прибайкальских племенах курыкан впервые курыканы упоминаются на эпитафиях надписях в середине 6 века и исчезают из письменных источников в конце первого тысячелетия курыканское население при Байкале объединялось в роды племена образовывали союз племен во главе которого стояли старейшины курыканы были тюркоязычными они являлись современниками возвышения тюрок тюгюр ульгуров кыргызов и киданий с конца 12 века на историческую аренцию центральной Азии выходят уже степные монголоязычные племена создавшие в борьбе между собой империю средневековых монголов во главе Чингисхана с тех пор этническая карта этого огромного региона центрально-азиатского и евразийского в целом уже не изменялась так сильно как в предшествующем первом тысячелетии нашей эры на этом первую лекцию мы завершили всю дополнительную справочную учебную литературу уважаемые студенты вы можете получить в тексте учебно-методического пособия которое будет прикреплено и выставлено вам в дополнительное спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо 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 и